Дорогие братья и сестры, сегодня на библейском портале Экзегет мы вспоминаем святителя Луку Война Есенецкого. Конечно, говорить о нем можно очень и очень много, потому что святой этот жил совсем недавно, и о нем написано очень многое, и многие получают его помощь. И мы, наверное, вспомним прежде всего вот такой удивительный промысел Божий, и как святитель Лука реагировал на это, как он постепенно восходил от одного к другому этапу в своей жизни. Ведь дело в том, что родился он вообще в Керчи, но отец его был католик, причем отец именно был благочестивым католиком, а мать православная, но при этом такая вот строгая женщина. И святитель Лука говорит, хотя я вот и не получил в детстве такого серьезного религиозного образования, но большее впечатление на меня произвел именно отец. Отец, будучи католиком, отличался доброй теплой душой, и это произвело большее действие на душу будущего святителя. Но при этом сам святитель, тогда его звали еще Валентин, он не избирает католицизм. Он воспитывается, конечно, в общерелигиозных таких правилах, а затем он вообще увлекается философией Льва Толстого. И это увлечение доходит до того, что он спит дома на полу на коврике, потом он ездит за город косить рожь вместе с крестьянами, и этим вызывало, так сказать, немалое огорчение своих родителей и родных. И только когда он прочитал книгу Льва Толстого «В чем моя вера?», и он увидел как бы внутреннюю противоречивость этой книги, то он полностью разочаровывается в толстовстве и дальше вот ищет следующий свой жизненный путь. При этом получилось так, что ему очень хорошо давалась живопись, и он тянулся к этому, он закончил художественную школу, хотел поступить в художественную академию, уже готовился к этому, а к медицине он, наоборот, испытывал отвращение, особенно вот вид крови. Ему тяжело давалась биология, химия, и все это его отталкивало, но в самый последний момент вдруг что-то его останавливает. Он отказывается от поступления в художественную академию, и ему кажется так, что это будет бесполезным, ему хотелось принести какую-то пользу простому народу. Он думает поступить уже в университет на естественное отделение, но не может подготовиться к медицинскому факультету и поступает на юридический факультет. Учится целый год и вдруг видит, что это не его, это не его путь. Но самое главное, что он постоянно ищет. И вот бросает этот факультет, опять вроде бы возвращается к художественному искусству, и потом все-таки вновь происходит в нем вот этот решительный переворот, и он поступает уже в медицинский университет, где учится с отличием, и когда ему открывались всевозможные перспективы занять видные такие вот места врачебные, он вдруг решает стать, как он говорил, простым мужицким врачом, потому что ему хотелось быть полезным простым людям, так как зачастую люди простые были брошены и обделены вот этой вот столь нужной медицинской помощью. А в то время началась как раз война русско-японская. Он едет в Читу, там начинает оперировать военных пострадавших во время сражений, и там он делает первые свои такие вот открытия, наблюдения, и впоследствии он становится, отталкиваясь от этих наблюдений, настоящим ученым, который разрабатывает новый вид анестезии. Вот была общая анестезия, да, когда общий наркоз, но некоторые больные умирали во время этого наркоза. Была разработана местная анестезия, которая обезболивала конкретный такой участок, однако хирург оперирует этого человека, и мышцы начинали сжиматься во время операции. И вот святитель Лука разработал новый вид анестезии, который применяется до сих пор. Это регионарная анестезия, когда особо точными уколами блокируются нервные пути, и они перестают передавать импульсы в мозг. Соответственно, вот данное место, оно полностью обезболивается, оно уже не доставляет никаких затруднений, и там можно оперировать. Вот это заслуга именно святителя Луки Война-Ясенецкого. Потом он разработал очерки гнойной хирургии, но их он написал уже, будучи епископом. А вот там, находясь в Чите, у него еще такой один интересный жизненный поворот. Он там женился. Женился на одной медсестре, которая тоже имела высшее образование, но тут вот было одно маленькое «но». Вот мы-то хотим, чтобы у святых людей все было гладко, чтобы без каких-то препятствий, преткновений. А вот эта вот невеста святителя Луки, будущего святителя, она уже дала обет безбрачия. Она дала пред Господом обет. И до этого она отказывает двум врачам, которые предлагали ей свою руку и сердце. Она отказывает. А вот молодому Валентину Война-Ясенецкому она уступила. И в ночь, когда молилась она перед венчанием, ей показалось, что лик спасителя в иконе отвернулся и потом вообще исчез внутри оклада. И это было воспринято как вот такое божье неблаговоление. И святитель Лука впоследствии в своих воспоминаниях говорит, что это было, конечно, потому, что она нарушила свой обет безбрачия. И за это она была наказана духом патологической ревности. Так пишет об этом святитель Лука. И у них родилось много достаточно детей. Это была многодетная семья. Но уже после революции, когда они находились в Ташкенте и арестован был Валентин Война-Ясенецкий, то супруга, с ней случился такой вот надрыв здоровья, она уже болела до этого чахоткой, и в результате этого она умерла. Видимо, у Господа всегда есть какой-то свой особый о нас план. И одно дело – это наше жизненное искание, другое дело – это Божий промысл. И вот таким образом Господь потихонечку направляет его на основное служение, которому призывал его. И по замечанию других врачей именно с этого времени Война-Ясенецкий становится особенно религиозным. Он не просто посещает храм, но перед операцией он непременно крестит, осеняет крестным знаменем и своих ассистентов, и медсестер, и непременно осеняет пациента больного, которого предстоит оперировать. Даже вот было так, что он перед операцией осенил крестным знаменем мусульманина, и тот говорит, но я же мусульманин, почему вы меня крестите? А святитель ему отвечает, конечно, религии разные, но Бог-то у нас один, и пред Богом все мы едины, поэтому осеняет его крестным знаменем, и после этого операция проходит уже успешно. И уже будучи таким прихожанином, достаточно регулярно посещающим храм, он как-то присутствовал на одном епархиальном собрании, в котором говорил о нуждах епархии, и к нему подходит епископ, руководивший этой епархией, епископ Иннокентий, и говорит, доктор, вам надо быть священником. Как только услышал эти слова Валентин Воин-Ясенецкий, он тут же, непонятно даже почему, отвечает, да, я готов послужить священником, если так угодно Богу. И уже через неделю его возводят в церковные служители, потом его рукополагают во дьякона и делают священником. И происходит такое удивительное дело, что он приходит, это ведь 20-е годы, он приходит в больницу в Рясе с крестом, он совершает прием больных в таком виде, он везде появляется, он учит студентов в светских вузах в таком виде. И поэтому у него было очень много столкновений с атеистами, и все мы знаем вот эти известные его фразы, когда к нему подходили, говорили, «Ну как же так, вы верите в Бога, которого никто никогда не видел?» А на это он отвечал, что «я многократно вскрывал черепную коробку, делал трепанацию головы и не находил там ума. Я также многократно оперировал сердце, не находил там ни совести, ни любви. Но тем не менее это все присутствует в человеке, да, то есть есть то, что видимо, а есть то, что невидимо». И это тоже наполняет человеческое существо. И вот за такую его деятельность, ну, во-первых, церковные власти его возвели достаточно быстро в епископы, а светская власть его отправляет в ссылки. И в целом он провел в ссылках около 11 лет. Во время одной из ссылок его сослали чуть ли не на крайний север, где оставалось 200 километров до полярного круга. И даже там он проповедовал и крестил. И как он говорит, вот однажды я приехал в такой домик, который больше был похож на какой-то сток сена, и там совершал крещение. И не было у него ни епитрахили, чтобы покрестить. И в качестве епитрахили он осветил длинное полотенце. Не было требника. И тогда он сам сочинял свои молитвы, которые от сердца произносил Богу. Он крестил ребенка в маленькой катке с воды, а рядом вертелся теленок, который все время тоже вот прижимался к нему и немножко так вот мешал совершению таинства. То есть вот в таких условиях святитель Лука совершал свое служение. И, конечно, нам хочется видеть, что святые, они не несут никаких повреждений. Они в результате таких гонений выходят абсолютными победителями. Но, как писал сам святитель Лука Война-Исенецкий, во время гонений он заработал себе неврастению. То есть настолько тяжелые были условия вот этих ссылок, заключений, что у него начались расстройства нервной системы. И нервная система не стабилизировалась, пока он не стал регулярно совершать литургию. То есть только когда он был освобожден и получил возможность регулярного совершения божественных служб, только тогда у него его здоровье пришло в норму. Но даже вот такие болезни, недуги, они тоже касались святых. И это говорит нам о том, что если с кем-то из нас происходит какая-то болезнь, это не значит, что мы Богом оставлены. Просто это вот тот путь, по которому Господь ведет нас к нашему спасению. Лишь бы мы терпели это и принимали, как неспосланный от Господа крест. Святитель Лука Война-Исенецкий был удивительным апологетом христианской веры. И наверняка многие уже знакомы с его книжечкой «Дух, душа и тело». Эту книгу можно встретить практически везде. Но мало кто знает, что он еще написал такое фундаментальное произведение, как «Наука и религия». И он говорит о том, что нет противоречия между наукой и религией. И зачастую вот к чему сводятся ошибки человечества. Люди либо отрицают науку, фанатично увлекшись какими-то религиозными идеями, либо же, чрезмерно возлагая надежды на земную науку, они начинают враждовать с религией. Тогда как Господь дает и то, и другое человеку, и то, и другое может находиться в неразрывной гармонии и единстве друг с другом. И ярким представителем такой гармонии и единства как раз и был святитель Лука Война-Ясенецкий. Его научный вклад был неоспорим. И даже он получил сталинскую премию, огромную сталинскую премию, правда, большую частью он раздал детским домам. Но это говорило о признании его как выдающегося ученого. Но он же был и глубоко религиозным человеком. И он говорил о том, что Господь дает нам внешний мир для нашего изучения, для того, чтобы мы извлекали какие-то законы, делали наблюдения, и тем самым получали больше возможностей к чисто такому естественному, земному обустраиванию нашего материального быта. Но все бытие не исчерпывается только материи, потому что есть такие глубины человеческого существа, которые не удовлетворяются познанием состава, скажем, земной почвы, которые не удовлетворяются знанием химических или физических законов. Но человек ищет смысла в жизни. И дух человеческий, он стремится к бесконечности, к вечности. И вот эту потребность человеческой души, ее удовлетворяет только религия, благодаря которой человек встречается с вечным и бесконечным Богом. Святитель Лука, вот я вспоминаю, как одна женщина, уже очень и очень пожилая, которая в городе Оренбурге, откуда я родом, она там жила. И она говорила, что в детстве, когда она как раз была еще младенцем, с семьей она жила в городе Ташкенте. И вот у нее, у маленького еще тогда ребенка, около года, ей диагностировали опухоль головы. И ее оперировал и устранял эту опухоль как раз святитель Лука Война-Ясенецкий. Он был уже епископом, но продолжал совершать вот такие хирургические операции. И после вот этой операции у нее не просто вот прошли, прошел основной диагноз, но всю ее последующую жизнь у нее никогда не болела голова. И даже когда у нее наступил инсульт и требовала, чтобы по всем показаниям должна была болеть голова, то и тогда у нее голова тоже не болела, и все удивлялись, как это так, почему у нее не болит голова. И она сама делала такой, сделала такой вывод, что вот что значит операция, совершенная святым человеком. То есть святитель Лука Война-Ясенецкий, он был чудотворцем в тех самых операциях, которые совершал здесь на земле. Но еще большим чудотворцем он является, когда покинул земной мир, и сейчас на небесах он видит и слышит всех нас. Поэтому, конечно, мы можем обратиться к нему в любой нашей нужде, попросить помощи исцеления, но прежде всего все-таки вспомним, что сам святитель Лука прошел через очень тяжелые такие жизненные невзгоды, болезни, но явил всецелую верность Христу, как исповедник веры. Вот к тому же самому он призывает и нас, чтобы мы не ныли, не роптали, не жаловались, а хотя бы немножечко явили в своей жизни терпение и верность Господу посреди тех невзгод, которые случаются. По молитвам святителя Луки Господь да помилует и да укрепит всех нас. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok